Депутаты Тверской городской думы одобрили изменения в бюджет. Решение было принято на очередном 83-м заседании, которое прошло в пятницу 25 июня. Дополнительные средства будут выделены на организацию временного трудоустройства подростков, подготовку и проведение Дня города и другие цели. Подробности в материале Никиты Васильева. Расходная часть бюджета столицы Верхней Волжьи увеличилась на без малого 30 миллионов рублей. Это связано с получением незапланированного дохода в виде просуженной задолженности одной из ресурсно-снабжающих организаций. Деньги по решению депутатов Тверской городской думы будут направлены на различные цели, в числе которых городское освещение, трудоустройство подростков, восстановление подпорной стены у тротуара в сквере на площади мира и другие. Это и детский сад, и школа, и ремонт дороги. Пополняем небольшой резерв главы города Твери. И также некоторые финансовые средства выделяются на планируемый день города. На подготовку и проведение грядущего дня города, он намечен на июль, дополнительно было выделено 3,2 миллиона рублей. Пока непонятно в каком формате и насколько масштабно пройдут празднования, ведь эпидемиологическая обстановка остается сложной. Тем не менее, подготовка к празднику все же началась. Также в ходе заседания народные избранники одобрили реорганизацию муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверь-Горэлектро» путем его преобразования в акционерное общество. Как было отмечено, новая организационно-правовая форма позволит предприятию оперативно принимать решения для эффективной работы, создаст условия для роста прибыли. Во-первых, дает возможность им кредитования. Для того, чтобы расширять свои возможности и свою техническую базу, им нужно брать кредиты. Владелец остается город данного предприятия, поэтому все доходы, которые будут идти от МУП, они пойдут, уже не от МУПа, а от ООО, пойдут в казну города. Кроме того, депутаты приняли решение об установлении мемориальной доски мастеру спорта СССР Василию Принцеву. Знаменитый спортсмен-уроженец Тверской области, титулованный самбист и тренер, основатель Верхневолжья школы самбо и дзюдо. Мемориальная доска будет установлена на доме 63 по улице Соменко, где и располагается зал единоборств.